Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и Цитата Свободы. Подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. Главной темой прошедшей недели стала гибель Евгения Пригожина. И в этом спецвыпуске мы собрали версии и выводы, которые успели появиться в соцсетях с момента падения Пригожинского самолёта. Евгений Пригожин, безусловно, был главным героем российских новостей в этом году. Но, кажется, это стало последней. 23 августа самолёт, на котором Пригожин летел вместе со своим ближайшим соратником Дмитрием Уткиным по кличке Вагнер, разбился в Тверской области. В том же самолёте летел руководитель петербургских компаний Пригожина Валерий Чекалов. Политолог Владимир Пастухов на своём канале «Пастуховская кухня» высказывает убеждённость в том, что эти люди оказались вместе на борту самолёта не случайно. Я даже в гражданских компаниях работал, крупных консультантом. И я понял всегда, там было правило о том, что, условно говоря, президенты не летают на одном самолёте. Компания, это президенты. То есть всегда на разных. И это там, как говорится, для совершенно мирных профессий. То есть выдавилась сейчас ситуация, при которой вдруг ключевые три фигуры Вагнера поднимаются и летят на одном самолёте, возвращаются из Африки и тут же вылетают дальше в Петербург. Она такая ненормальная. Знаешь, мне это, например, старый анекдот, когда Бог собрал женщин лёгкого поведения города Сочи на корабль, и он стал тонуть. И когда они стали молиться, и кричали, что нам тяжело, расстался голос с небес, говорит, вы подумайте, как мне было тяжело собрать вас на один пароход. Вот здесь та же ситуация. То есть довольно, ну, я бы сказал, это спецоперация. А вот это реальная спецоперация. То есть это готовилось, это, очевидно, людей, с моей точки зрения, выманивали. И это удар, собственно говоря, непонятно, какой удар сильнее по Пригожину или по Уткину или по Чикалову. Потому что это все три ключевых фигуры, каждая из которых по-своему опасно предпринимает. Большинство комментаторов уверены, что Пригожина устранили по личному указанию Путина. Многие вспоминают путинские слова «предательство – самый серьёзный грех». А то, что это случилось через два месяца после мятежа, просто показывает, что Путин следует известному кулинарному правилу, что месть подаётся холодной. Иван Преображенский. Не зря, похоже, все умные люди говорили, что гарантиям Путина верить нельзя, если это и правда был мятеж, что скоро Пригожин нас покинет. Марина Овсянникова. Путин никогда не расправляется с неугодными сразу, по горячим следам. Он действует молча, из-под тяжка. Пригожин публично на весь мир унизил Путина. Продемонстрировал всем его слабость и трусость. Сразу было понятно, что такое унижение Путин ему не простит никогда. После падения самолёта некоторое время доминировала версия, что он был сбит системой ПВО. И это наводило на мысли, что от Пригожина могли избавиться руководители Минобороны, которые не простили ему многомесячных оскорблений. В соцсетях стали очень популярны всевозможные вариации на тему шутки, которую опубликовал в том числе Майкл Элгард. Пригожин, кажется, наконец получил боеприпасы от Министерства обороны. Но есть нюанс. Самолёт Пригожина упал в районе с довольно высокой концентрацией зенитных установок, отмечала на своём канале публицистка Юлия Латынина и заодно отвергала одну из конспирологических версий. Самый интересный вопрос... Значит, упал самолёт, самолёт полетел в Петербург и упал он, напомним, над резиденцией Путина, над Валдаем, над тем самым Валдаем, который, собственно, Путин избежал, когда был мятеж. В 50 километрах от резиденции он упал. И одна из версий, которую я услыхала первая, очень красивая версия, опять же, она сейчас, на мой взгляд, не очень подтверждается, потому что я не могу найти её подтверждение, кроме двух источников, это маловато, и другие говорят другие вещи. Так вот, самая красивая версия, что, собственно, он и летел на встречу с Путиным. Почему она, на мой взгляд, который был в это время на Валдае? Ну, во-первых, Путина не было в это время на Валдае, а во-вторых, когда самолёт сбили, он был в 8,5 километрах над землёй. Соответственно, если бы он действительно садился, а там есть аэродром, специальный личный путинский аэродром на Валдае, это объясняло бы, почему они летели вместе, потому что, типа, дали только одному самолёту посадку. А, соответственно, 8,5 километров – это слишком высоко для самолёта, который должен садиться. И там вокруг путинской резиденции стоит 4, насколько я понимаю, дивизиона С-300. Ну, соответственно, там сейчас Следственный комитет пытается рассказывать, что взрывчатка была заложена в шасси самолёта. Ну, я не очень верю в Следственному комитету в такую ситуацию, но самое главное другое, что, знаете, как-то странно, если взрывчатка была заложена в шасси самолёта, то почему же самолёт упал в том самом месте, единственном месте, где в центре России стоит так много ПВО, именно тех самых С-300, которые могут этот самолёт достать. Согласитесь, совпадение, как говорили? Не думаю. И всё же версия с взрывным устройством, заложенным в самолёт, возобладала. Разумеется, Пригожин так зарекомендовал себя в качестве тролля, что далеко не все поверили, что он на самом деле погиб. Михаил Шевелёв. Действительно покинул нас Пригожин или это побег, станет ясно очень скоро. Единственной надёжной гарантией его существования были те три тонны компромата, которые он накопил за свою богатую биографию. Сколько брали, с кем пилили, куда выводили. Там всё Рублёво-Успенское шоссе полным списочным составом. Если это увлекательное чтение сейчас потечёт, это будет означать две вещи. Во-первых, что Евгений Викторович в самом деле сменил дислокацию. Во-вторых, что нашёлся кто-то, кого публикация этого добра совсем не пугает. Скорее, наоборот, радует. Ждём бенефициара. Или появление человека, похожего на Пригожина, где-нибудь в Нигере. Политолог Валерий Соловей в утреннем шоу на канале Александра Плющева высказывал версию, что Пригожин ещё жив, и что Путин сам будет требовать железных доказательств его гибели. Вы знаете, это очень похоже на обстоятельства гибели Зиничева. Помните министр МЧС? Да. Дело в том, что когда он погиб, на самом деле его расстреляли из автомата его и его охранникам. Вот. На плато Путаран, потому что его заподозрили в заговоре против вождя. Но вождь пришёл прощаться с ним. Зиничев же был его адъютантом. Ну, как и, кстати, Дюмин. Всё ещё живой, не находящийся на свободе. И вождь не узнал Зиничева. И он сказал, что вообще это не Зиничев. Что, наверное, Зиничев жив. И я с Кунин полагаю, что то же самое Путин будет думать насчёт Пригожина. То есть он будет требовать каких-то доказательств. Если не голову, то экспертизу ДНК, которая бы со стопроцентной убеждённостью, надёжностью подтвердила, что это был именно Пригожин. В воскресенье Следственный комитет официально подтвердил гибель Пригожина по итогам анализа ДНК. Хотя скептики, конечно, не поверят и Следственному комитету. Однако всё-таки многие решили исходить из версии, что Пригожина больше нет. Нельзя отметать версию, что убийство Пригожина было своеобразным подарком Путину, считает политолог Сергей Медведев. На исходе второго дня наиболее вероятная, мне кажется, версия о том, что обнуление Пригожина не было приказано или заказано Путиным, а стало изощрённым подарком, сюрпризом от Третьей Силы, подобно убийству Немцова у стен Кремля. Подарком, от которого не откажешься, который непонятно как объяснять и который стоит у него в глазах малоприятным напоминанием. Я не знаю, что это за сила. Армия, ГРУ, ФСБ или кто-то ещё посылает Путину такие серьёзные месседжи. Я не думаю, что речь идёт о немедленном перехвате власти, и я не считаю, что это как-то повлияет на ход войны. Просто после абсурдного мятежа и ещё более сюрреалистического уничтожения самолёта, мне кажется, что этот балаган пошёл в разнос. Кобыла понесла, и ямщик давно потерял вожжи. Путин уже не заказывает эту музыку, он под неё танцует. С вами Аля Пономарёва, и вы слушаете спецвыпуск «Цитат свободы» о гибели Евгения Пригожина. О танцах Путина поговорим через минуту. Оставайтесь с нами. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоём мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарёва. Российская пропаганда отреагировала на смерть Пригожины традиционно. Одни писали, что самолёт взорвали украинцы. Сергей Марков. Это точно Украина убила Пригожина. Для Путина Пригожин не проблема уже. Для Шойгу Пригожин не проблема уже. Местью большие начальники не занимаются, потому что у них слишком много реальных проблем и реальных врагов. Это теракт Украины ко дню независимости. Другие утверждали, что Пригожина могли убить шпионы с Запада. Но в целом реакция пропаганды была не похожа. На предыдущие случаи, когда нужно было во что бы то ни стало оправдать российские власти, говорит на своём канале оппозиционный политик Максим Кац. Насколько бы очевидной не была причастность российских властей к очередной трагедии, они всегда старались отбрехаться. Причём шли в этом деле до конца. Да, даже на полном серьёзе строили макет Боинга MH17 и производили там какие-то вздорные реконструкции. Путин не в первый раз убивает людей и не в первый раз делает это массово. Но до сегодняшнего дня российское государство хотя бы понимало, что это надо скрывать, что надо врать и продумывать враньё, вкладывать в него много ресурсов. Российское государство в принципе понимало, что политические убийства — это не ок. Но не в этот раз. Возьмём эфир того же Соловьёва с Сатановским. Да, они разгоняют версию о роли той же Марии Певчих как организатора. Но сами же надатые версии немедленно и ржут от души. Никто с пеной у рта не бегает и никто не говорит, это точно не Путин. Не отрабатывается никакая внятная методичка. Кажется, что не просто все всё понимают, но что самого Путина это полностью устраивает. Выступление, в котором Путин прокомментировал гибель Пригожина, окончательно убедило в этом комментаторов. Яркие места цитирует журалистка Карина Орлова. Путин разве что не признался в убийстве прямым текстом. Именно с такими речами выступают главари наркокартелей, когда убивают ближайших соратников за проступки. Пригожина ценим за вклад, но он совершил ошибку и должен был быть наказан. А то, что произошло — акт справедливости. И всем остальным именно так его и должно воспринимать. И всплакнул. Я уверена, искренне пришлось убить такого полезного человека. Но сам напросился. Заслужил. Год от года тонн путинских соболезнований не меняется, отмечает писатель Борис Акунин. Путин в 2013-м. Письма Березовского носят достаточно личный характер. Хотя у меня с ним никогда не было близких отношений. Мы были знакомы, разумеется, но близких отношений не было. Путин в 2015-м. У нас с Немцовым были достаточно добрые отношения тогда, когда мы с ним общались. Убийство Немцова — абсолютно позорное явление. Трагическое и позорное. Путин в 2023-м. Пригожно я знал давно. При этом в своем комментарии Путин не стал ни возлагать на кого-либо ответственность за крушение самолета, ни грозится, что найдет и покарает виновных, отмечает на своем канале публицист Майкл Наки. Вспомните, каждый предыдущий раз, когда что-то происходило, там Тарья Дугина, Владлен Татарский, кто угодно, Владимир Путин всегда с самого начала знал и называл виновных. Здесь же он даже не собирается этого делать. Он вообще очень ленив в том, чтобы скрывать, что именно он убил Евгения Пригожина. Вы это могли заметить и потому, как поздно появилось это заявление, и потому, как долго выжидали окружающие Путина люди и люди, котирующиеся в системе, для того, чтобы начать писать свои соболезнования в развернутом виде. Тот же Кадыров, он не стал лезть перед батьки в пекло. Было важно, что именно скажет Путин. Какие слова можно будет употреблять, какие нельзя. И какая форма должна быть. Одна из частей этой формы, это, конечно, указание на ошибки Пригожина. Это важная составляющая. Потому что вообще убийство Пригожина, это, конечно, и личная месть Владимира Путина за ненесенную мятежом обиду, но это и предупреждение всем остальным. Что вот как не надо делать. Не надо быть как Пригожин. Не надо вообще пытаться критиковать власть и что-то с ней делать. Многие, конечно, считают этот сигнал неправильным и решают, что не быть как Пригожина означает не останавливаться на полпути, когда ты едешь на Кремль. И такое прочтение, мне кажется, более правильным. Но, тем не менее, Путин обращает внимание, что именно привело к смерти Евгения Пригожина. Не упоминая при этом Украину, как, возможно, их убийц Пригожина, или какие-то бизнес-интересы. Нет, он вообще эту тему не поднимает, потому что все все понимают. Ну, то есть какие-нибудь, может быть, зрители, граждане, они еще могут теряться в догадках, но все, от Z-каналов до независимых аналитиков, до западной прессы, все знают, что убил Пригожина Владимир Путин. Убийства это выглядят максимально показным, потому что Кремлю нечего больше скрывать, считают многие комментаторы. А может, тоньше кремлевские убийцы работать просто не умеют, пишет знающий об этом не понаслышке Алексей Навальный. Какая наивность предположить, что Путину может быть свойственна порядочность любого вида – офицерская, пацанская, бандитская. Там же нет ничего, кроме постоянного вранья по абсолютно любому поводу. Ври, воруй, отнимай, убивай, убегай. Хитроумность. В этом пункте снова стоит посмеяться над теми, кто верит в ювелирную работу спецслужб, многоходовые планы и захотят убить, там умеют убивать так, что комар носа не поточит. Вот вам тонкая работа путинских убийц. Сбить или взорвать над Россией пассажирский самолет, то есть устроить настоящий теракт, убив в нем еще и абсолютно непричастных пилота, стюардессу и так далее. Среди россиян наверняка есть множество таких, кого все это полностью устраивает, пишет журналист Станислав Кучер. А что, по понятиям он все правильно исполнил. К этой простой мысли сводятся десятки прочитанных мной комментов ветеранов разборок 90-х. В демонстративном устранении Пригожина таким образом и правда нет ничего нового. Просто в нем вся суть суверенной демократии, которую за 23 года построил Путин и которую он всеми силами пытался экспортировать в Украину и в остальной неправильный мир. А еще вся правда о традиционных ценностях, на которых эта система на самом деле держится. Дойдет ли это теперь до тех в России, кто тешил себя иллюзиями об особом пути, кольце врагов и иначе нельзя? Не думаю, что это принципиальный вопрос. До тех, до кого не дошло после убийства Немцова, не дойдет и сейчас. Те же, кому был ненавистен Немцов и наоборот симпатичен Пригожин, сколько бы ни исходили злобы и сейчас, были и останутся готовы жить по законам джунглей, где кто кого поймал, тот того и поимел. А потому, смею утверждать, до тех пор, пока вожак будет в состоянии кусаться, никаких серьезных перемен в этих джунглях не произойдет. Но высшую бюрократию эта история может натолкнуть на важное осознание. Говорит на своем канале редактор и паблик Дмитрий Колизев. С одной стороны, для бюрократии в широком смысле его гибель это скорее облегчение, потому что он был дестабилизирующим фактором и бросил самый существенный вызов Путину за всю историю путинского режима. А так как сотни тысяч, миллионы людей встроены в этот режим и кормятся от него, для них исчезновение такого персонажа только на благо. В то же время, в высшей элите усилится страх. Конечно, и раньше не было особых сомнений, что Путин способен на самые жестокие действия в отношении своих врагов. Ну, вспомним судьбу Бориса Немцова или Алексея Навального. Однако, во-первых, все-таки это прежде всего касалось деятелей оппозиции. А Пригожин, несмотря на мятеж, позиционировал себя как в целом лояльный Путину полевой командир и патриот. Во-вторых, убийство в этот раз было совершено так открыто и вызывающе, что можно сказать, что Путин перешел на новый уровень расправ над своими врагами. Этот страх будет действовать на элиту, с одной стороны, подавляюще, а с другой он может в какой-то ситуации оказаться консолидирующим и способствовать составлению заговора против Путина или, по крайней мере, подрывать лояльность к нему. Потому что, если Путин начал расправляться со своими соратниками, то они находятся во все меньшей безопасности. Это «Цитаты свободы», спецвыпуск о гибели Евгения Пригожина. С вами Аля Пономалева. Система начала идти в разнос задолго до падения Пригожинского самолета. Говорит на канале «Дождь» политолог Екатерина Шульман. Такого рода события, мягко говоря, признаками политической стабильности не являются. Они не являются признаками хоть какой-то степени политического здоровья. В устойчивых, скажем так, адекватных себе политических системах таких штук не происходит. Потом, понимаете, это же не просто взрыв самолета. Да, несчастные случаи бывают в самых благополучных семействах. Случаются, как известно, всякие неприятности. Но это же только следствие предыдущей цепи не менее аномальных событий. В здоровых политических системах не бывает таких политических деятелей публичных. Такого рода люди не поднимаются на поверхность общественной жизни. В здоровом государстве, которое держится за свою драгоценную монополию на легальное насилие, не бывает частных армий, действующих внутри страны и на ее границах. В здоровой системе, которая, опять же, не то, что она является какой-то очень демократичной, или гуманной, или правовой, но просто стремится сохранить себя, в ней не ломают стены тюрем, не выпускают на свободу заключенных, вооружая их. В таких системах не происходит бунтов. Причем это даже не военный бунт, это хуже. Это бунт незаконного вооруженного формирования. То есть это все признаки дисфункции. Поэтому, когда мы сейчас слышим разговоры о том, как замечательно это все укрепляет президентскую власть, сначала ее мятеж укрепил, теперь ее публичное убийство почему-то укрепило. Так вот, те, которые прочно сидят, не нуждаются в такого рода укреплениях. Им не надо запугивать свои элиты взрывами в небе. Им элиты и так лояльны. Им не надо убивать людей. У них есть правоохранительный аппарат, который уж если нужно, может производить репрессии. Если это будет сочтено необходимым. Так что все это плохие признаки. Путин, возможно, убил Пригожина, чтобы продемонстрировать оппонентам свою силу. Но вместо этого продемонстрировал слабость, пишет Дмитрий Ким. То есть вот приходишь ты к власти под лозунгами наведения в стране порядка и единовластия, становишься диктатором, и после этого четверть века, причем большую часть из этого в условиях абсолютной монархии практически, выжигаешь каленым железом даже самые мелкие очаги неподчинения. Выстраиваешь и полируешь под себя вертикаль власти, суды, регионы, губернаторов, СМИ, законы, конституции, полностью подконтрольные выборы, народную поддержку и так далее, и тому подобное. И после всего этого, когда у тебя взбрыкивает какая-то там ЧВК, ты даже не можешь их не арестовать и засудить своими выстроенными ментами и судами, не подавить огнем своей лояльной армии, ничего вообще не можешь. Вынужден делать вид, что все со всеми помирились, а потом, как подпольщик какой-то в своей собственной стране, как засланный агент противника, тайком-ползком вынужден организовывать им авиакатастрофу у всего честного народа на виду. Однако многие считают, что Путину удалось на какое-то время укрепить шатающуюся вертикаль власти. Многие ждали бунта осиротевших вагнеровцев, но похоже, что мстить за своего лидера они не собираются. Прогнозы на будущее ЧВК Вагнер дает военный эксперт Ян Матвеев на канале «Популярная политика». Ну, наверное, они все-таки не настолько опасны, потому что самый опасный, кроме Кожина, был, конечно же, Уткин, но он, судя по всему, тоже погиб вместе с Пригожиным. Возможно, кого-то отдадут. Лукашенко, вот часть тех, кто сейчас находится в Беларуси, но я думаю, что основную массу вот такую, самых таких малоопытных, тех, кто не очень долгое время провел с Пригожиным, кто не воевал там в Сирии, кто не был в Африке, их как раз попробуют заманить в ряды армии. Ну, будут просто мотивировать тем, что раньше вот был Пригожин, который вас мог защитить, и бы никого нет. Вы теперь как бы одни, если что не так, мы с вами поступим как захотим. Люди, скорее всего, испугаются, плюсом, естественно, предложат деньги, ну, все как обычно, как сейчас всем контрактникам предлагают деньги, и поехать туда, где они уже были, ну, и, скорее всего, они согласятся. Ну, а кто не согласится, может быть, просто распустят по домам до следующей мобилизации, по сути. От Пригожины избавились только сейчас, в том числе потому, что группа «Вагнер» на фронте наконец-то стала не нужна, пишет политолог Кирилл Рогов. Пригожинский миф, миф вагнеровцев, возник весной и летом прошлого года, когда деморализованная армия не хотела исправлять чудовищную путинскую ошибку с нападением на Украину. С помощью Пригожина Путину удалось создать успешный миф об альтернативной армии, которая может эффективно заменить регулярную и добиться результата без участия армейского руководства, объясняя при этом всей стране устами блатного ресторатора, кто виноват в военных неудачах, гибели десятков тысяч солдат и кого следует повесить на фонаре. Тут мы находим ответ на интересующий всех вопрос, почему Пригожин не понес наказание сразу после мятежа и был убит вчера. На мой взгляд, есть два фактора, объясняющих этот парадокс. Во-первых, в момент мятежа раздутый при поощрении Путина Пригожинский миф о вагнеровцах как истинных героях, противопоставленных предателем и дегенератом регулярной армии, был слишком еще свеж и нуждался в постепенной эрозии и деградации. Но главное не в этом. Главным является второй фактор. Последние два месяца, и это было еще неизвестно в момент мятежа, показали, что без всякого Пригожина, Герасимов и Шойгу сумели организовать успешную ПК оборону на оккупированных территориях, подорвавшую надежды Запада на успех украинского контрнаступления. И за это получили голову кровного врага. Кушайте, заслужили. В то же время нельзя забывать о недовольстве в рядах армии. Оно никуда не делось, говорит публицист Андрей Мальгин на канале Ходорковский лайв. На самом деле Пригожину симпатизировало большое количество военнослужащих. Не каких-то там наемников из зон исправительно трудовых колоний, а именно военнослужащих. И я думаю, что корни заговора, который, к сожалению, по своей трусости Пригожин не довел до конца, они находятся в армейской среде. Будучи проинформированы о такой поддержке, он, в общем-то, не начал бы это. В какой причине он закончил, мы можем отдельно обсуждать. Но он бы точно не начал это. Все. И то, что у нас пропал Суровикин, мы даже не знаем, жив ли он. Может, его и нет, его никто не видел. И за Суровикином через запятую нужно еще человек 15 высшего командного состава перечислить, которые также, в общем-то, куда-то исчезли. Были некоторые гласно сняты со своих постов. Принегласно просто отправились отдыхать. И вот отдыхают уже с июня. Я думаю, что заварушка какая-то может быть. И основную опасность для, в общем-то, режима, конечно, этот ЧВК и весь этот круг патриотов, симпатизаторов представляет, но основная опасность все-таки внутри армии. Так или иначе, ЧВК «Вагнер» больше не существует. Путин завершил дело, начатое украинской армией, пишет публицист Борис Фелл. Еще в начале этого года Путин располагал хорошо подготовленной, мотивированной, оснащенной и опытной группировкой на украинском фронте, равной по силе общевойсковой армии 40-50 тысяч штыков. Та же печально известная 58-я армия, которая сейчас истекает кровью в траншеях перед наступающими украинскими войсками на Амелитопольском направлении, свои лучшие дни имела в составе 35 тысяч солдат и офицеров. Собственно, «Вагнер» был единственным во всей действующей армии России соединением, добившимся за последние 12 месяцев зримых успехов на войне – солидар Бахмут. Теперь, спустя 8 месяцев после первого применения этого соединения в боях, оно свое существование прекратило. Если кто-то ищет осязаемый военный успех летнего украинского наступления, то вот он, перед вами – разгром и уничтожение самой мощной и опытной армии Кремля – группировки «Вагнер». «Убийство Пригожина должно положить конец и иллюзиям Запада о договороспособности Кремля», пишет бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail. Мы процитируем ее в переводе Андрея Илларионова. Из люциферианского падения Евгения Пригожина, к счастью, есть один совершенно очевидный вывод. «Посмотрите на этот кувыркающийся самолет, на всех тех, кто говорит мне, что мы можем найти решение путем переговоров, или что мы должны каким-то образом побудить украинцев обменять землю на мир. Любая такая сделка стала бы морально отвратительной после кровавой бойни, устроенной Путиным. Для Владимира Зеленского это политически невозможно, даже если бы он этого захотел. Что еще более важно, так это то, что было бы совершенно и тотально бессмысленным доверять договоренностям с Путиным, и мы только что получили тому убедительное доказательство. Пригожин думал, что он получил гарантии. Пригожин думал, что разрулил свои проблемы. Взгляните на эту сделку сейчас. Посмотрите на то, что с ним случилось. Есть только один путь вперед – это поражение Путина. И как можно более быстрая победа Украины». И в этом с Джонсоном сложно не согласиться. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»